МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, пожалуйста, что все-таки Чувашии принесли эти месяцы? В этом году очень много таких новых проектов, которые мы за первые полугодия 2014 года реализовали и воплотили. Это и фестиваль «Фолкстейшн Чебоксары», когда молодые люди, которые работают в таком специфическом жанре, этнофолк в стиле, приехали в Чебоксары и продемонстрировали свое искусство. Это и фестивали молодежные, которые впервые проявляют себя в нетрадиционных, скажем так, направлениях культуры. И, безусловно, это и наши гастроли ведущих наших театральных учреждений, наших театральных коллективов, которые выехали и представили свое творчество в других регионах России. Только крупные мероприятия, которые запланированы, и часть из них, конечно же, реализована, их более полутора тысяч. Это только крупные, а вы посчитайте, сколько у нас сельских клубов. Их более 750. И вы знаете, что в каждом клубе, в каждой библиотеке, в каждом музее нашей республики проводятся мероприятия. Это большая кропотливая работа. Может быть, она не всегда видна, но, безусловно, люди в зависимости от своих интересов, предпочтений, в этом году имели возможность приобщиться к тем мероприятиям, которые им по душе. И, конечно же, Год культуры – это не только мероприятие. И вообще, вот сам дух указа президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина, он говорит о том, что благодаря этому году, году особенному для отрасли культуры, наши учреждения должны, конечно же, преобразиться. Это связано, прежде всего, с ремонтом и реконструкцией этих учреждений и модернизацией, связанных с оснащением, современным света, звука, видеопроекционным оборудованием. Вы прямо предвосхищаете мои вопросы. Действительно, я хотела сказать, что я как жительница Чувашии, мне кажется, что мероприятий культурных, фестивалей, акций у нас много постоянно. В прошлом году, в этом году, Годом культуры. И поэтому какой-то особенной разницы я не заметила, может быть. Может быть, есть действительно то, что не видно глазу простого обывателя, как вы уже сказали. Может быть, финансирование отрасли культуры, как раз материально-техническая база. А что еще такое есть, что обывателю незаметно может быть? Ну вот, что касается модернизации капитального ремонта, мы неоднократно эту тему поднимали. И на радио, на национальном радио, и на телевидении несколько раз этот вопрос звучал. Какие конкретные объекты, что нам удается благодаря этому году сделать? Я здесь отмечу, наверное, наши два учреждения. Это, на самом деле, вопросы модернизации этих двух учреждений. Они уже, ну, как говорят, с бородой. Это театр оперы и балета и наша Чувашская государственная филармония. Ну, вы знаете, по театру оперы и балета у нас 1986 года постройки, когда его ввели в эксплуатацию. И с этого дня оснащение этого театра, именно вот та часть, которая используется под постановки, театральные постановки, под музыкальные постановки, она не модернизировалась. И зрительный зал, собственно говоря, все уже об этом говорят, когда вот эти уже, ну, порванные местами театральные кресла, они, конечно же, не соответствуют современному представлению о театре. Ну, по Чувашской государственной филармонии вы тоже знаете. Это, собственно говоря, и не филармония, а здание бывшего дома политпросвещения, который просто приспособлен под концертный зал. И, конечно же, там такие современные концертные программы исполнять там невозможно. И мы в этом году вот к открытию сезона завершим первый этап, самый начальный этап по реконструкции этих учреждений. И к открытию сезона в этих учреждениях нас будут ждать новые залы. Это первое. А второе, это, конечно же, это инструменты, музыкальные инструменты. Вы знаете, что вот в республике это большое событие для нас. Чебоксарское музыкальное училище у нас в этом году исполняет, отмечает свой юбилей. И главой Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву было принято решение в честь этого юбилея Чебоксарскому музыкальному училищу подарить стэнвей стоимостью. Это рояль всемирно известной фирмы, марки стоимостью 7 миллионов рублей. Такого инструмента, такого класса инструмента в нашей республике другого нет. Это позволит на базе Чебоксарского музыкального училища не только на высоком уровне организовать образовательный процесс, но и приглашать сюда самых именитых, известных пианистов, чтобы они могли давать свои концерты. И, конечно же, сопутствующие мастер-классы для наших как артистов, так и студентов. Понятно, Год культуры действительно это не только мероприятие. Конечно. А вот все-таки если вернуться к мероприятиям, вот до Нового года еще примерно 4,5 месяца, а вот заинтригуйте, какие еще интересные мероприятия только еще ждут жители республики? Прежде всего, первое, самое ближайшее мероприятие, это связанное с именем нашего выдающегося земляка, это 85-летие со дня рождения Андреяна Григорьевича Николаева. 5 сентября мы его будем отмечать, будем отмечать на очень высоком уровне. Международный оперный фестиваль, который традиционно осенью мы в этом году проведем. И, конечно же, наши все творческие коллективы, это и концертные организации, и театральные коллективы, готовят большие премьеры. Об объектах культурного наследия. Где они у нас есть, что это за объекты, и что делается для того, чтобы они поддерживались в надлежащем виде? Есть практически во всех населенных пунктах, их более 700 в республике объектов культурного наследия. Ну, самые известные, самые известные, самые, скажем так, популярные, они, конечно, находятся в городах. Это город Алатари, город Ядрин, Мариинский посад, город Цивильск, ну и, естественно, город Чебоксары. Памятники, архитектуры, скульптурные памятники. И по сохранению этих объектов Министерство культуры проводит определенную работу. Хочу сказать, что в этом году, благодаря вот такому плотному взаимодействию, тесному взаимодействию с Федеральным Министерством культуры, нам удалось привлечь из федерального бюджета на реконструкцию и реставрацию этих объектов более 60 миллионов рублей. Они, прежде всего, направляются на реконструкцию Тихвинского женского монастыря, нашего Веденского кафедрального собора в городе Чебоксары, дом бывшего дома крестьянина, это на территории мужского монастыря объект находится, ну и другие, другие объекты. Вы опять предвосхитили мой вопрос по поводу туризма. Я поняла, что в Чувашии есть что посмотреть. А что все-таки будет делаться, чтобы еще больше привлечь туристов в Чувашию? Ну, прежде всего, хочу сказать, что с 2014 года вопросы туризма переданы Министерству культуры. Мы совместно с муниципалитетами, нашими городами и районами разработали туристский паспорт нашей республики. Как вы сказали, что на самом деле у нас есть что показать. Разработаны соответствующие туристические маршруты совместно с теми экскурсионными компаниями, которые работают, прежде всего, в городе Чебоксары. И мы рассматриваем этот вопрос в таком, в кластерном виде. Потому что нужно привлечь еще и ближайшие населенные пункты. Тот же город Цивильск, недалеко от Чебоксары, куда можно доехать за полчаса. Мариинский посад, село Шоршелы. Город Ядрин находится также на Суре, куда могут заходить теплоходы, потом уже дальше идти до Чебоксар. Поэтому в комплексном плане, в кластерном плане мы рассматриваем развитие этих маршрутов. В плане привлечения туристов это уже не какие-то абстрактные тенденции, это конкретные маршруты, точки. По которым на сегодняшний день мы работаем. Спасибо. Я напоминаю о первых итогах года культуры и о туризме. Мы беседовали с министром культуры по делам национальности и архивного дела Чуваши Вадимом Ефимовым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин